Но в России не только не работает механизм импортозамещения, в России, собственно, вообще не работает экономика. И смотрите, вот последние 20-25 лет нам всегда говорят, что ситуация сложная, потому что баррель нефти стоит там 20 долларов, а сейчас 15 долларов и так далее, и так далее. Но такая великая, огромная страна, как Россия, не может быть зависима от цены бочки нефти. Это изначально неверная постановка вопроса. Мы должны быть сами производители новых технологий, новых идей, новых коммуникаций, нового транспорта. Мы должны заниматься обустройством, качественным развитием, а нам предлагают продавать сырую нефть и при этом удивляются, что цены падают. Поэтому дело не в неработающем импортозамещении, а в неработающей экономической системе. И выход из нашего кризиса находится на пути демонтажа всей существующей системы, не замены одного политика другим, а замены существующей государственной политической системы. Она неэффективна с 2017 года, она контрпродуктивна, она не позволяет создать частную собственность, условия для нормальной экономики, хозяевами являются чиновники. Она не позволяет создать правовое государство, в котором действует закон. У нас прикрывается конституция на фоне абсолютного беспредела правового. Эта политическая система утверждает и консервирует монополизм. Отсутствует конкуренция в экономике, конкуренция в политике, а это всегда застой. Вот когда мы эти ключевые факторы, их на самом деле не так уж много, когда мы создадим, возродим российскую политическую систему с учетом, конечно, западного опыта и сможем решить эти проблемы, тогда мы и решим проблему не только импортозамещения, а вообще у нас все шансы, только вот мы никак не можем создать предпосылки, предсоздать условия для нормального экономического роста.